Александр Лукашенко вручил государственные награды заслуженным деятелям различных сфер. Торжественная церемония состоялась сегодня во Дворце Независимости. Она прошла в преддверии нового праздника – Дня Народного Единства. К слову, его отметят в Беларуси уже в эту пятницу. В Беларуси с этого дня повысилась стоимость автомобильного топлива. Она выросла на одну копейку. Так, цена 92-го бензина – рубль 97, 95-го и дизельного – 2 рубля 7 копеек, 98-го – 2,29. Среди студентов продолжается массовая вакцинация против коронавируса. На базе общежитий открыты 9 пунктов. Филиал 33-й поликлиники в день приходят до полусотни человек. С собой лишь паспорт, главное условие – с 18 лет. С начала учебного года процедуру прошли более тысячи учащихся. Прививают тремя препаратами – спутник Лайт, ВИ и китайским Синофарм. В детских садах запустят образовательный проект «Парка высоких технологий. Информатика без розетки». Примет участие в нем больше 200 учреждений. Дошкольников научат логически думать и структурировать информацию без компьютера. Занятия будут проходить в игровой форме. Особое внимание уделят и качеству подготовки педагогов. Сегодня в обращение поступил конверт с маркой 30-летия образования Содружества независимых государств. Его выпустило Министерство связи и информатизации. Специальное памятное гашение пройдет 27 сентября на почтамте Минска.